В Иркутске сегодня вновь протестовали ученые. На площадке у входа в Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской Академии Наук собралось примерно 300 человек. В основном это были сотрудники Иркутских научных институтов. По сути, это был митинг, но его организаторы не согласовывали мероприятия с городскими властями и решили назвать это собранием. Плакатов с лозунгами не было, собравшимся только раздавали листовки с призывом вставать на защиту науки. Среди выступавших были как академики, так и молодые ученые. Вот что сказал с трибуны научный сотрудник Института земной коры СОРАН Александр Кононов. Он же является председателем Совета научной молодежи Иркутского научного центра, который и организовал собрание-митинг. Те поправки, которые сейчас внесены, они принципиально ничего не изменят. То есть это можно сопоставить с затыканием дыр тонущего корабля. Мы должны понять, что мы требуем отмены этого законопроекта, рассмотрения. Мы требуем того, чтобы нам дали возможность всем ученым, молодым, активным, опытным уже состоявшимся ученым, участвовать в процессе реформирования. Александр Кононов сказал также, что они не против реформирования. Они прекрасно понимают, что реформы необходимы, но они настаивают на том, что сами ученые должны участвовать в этом процессе. Официально поводом для проведения второго за два месяца протестного собрания ученых послужило то, что на следующей неделе Государственная Дума Российской Федерации выходит на очередную сессию. И вполне возможно, что уже в сентябре парламентарии будут рассматривать закон о реформе РАН в третьем чтении. Иркутские ученые требуют вернуть законопроект на рассмотрение в первое или во второе чтение и позволить им участвовать в его обсуждении, говорит академик Российской Академии Наук Михаил Кузьмин. Сделано довольно много поправок, которые практически должны вот все отрицательное, что есть в этом законе, изменить. И там, значит, самое главное, конечно, беда, что очень важно касается, это сохранение региональных центров, региональных отделений и так далее. Итогом собрания стало принятие резолюции. Организаторы направят документ в Государственную Думу Российской Федерации и в правительство России.